МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его тендер был проведен незаконно и был готов отказаться от него, чтобы не нести никакой ответственности. В качестве подтверждения Лукьянюк опубликовал письмо Вазияна Совету по конкуренции, учреждению которого были вопросы по аэропорту. Евгений Лукьянюк опубликовал в телеграм-канале документ, направленный 6 февраля в Совет по конкуренции Константином Вазияном, который в то время занимал должность администратора аэропорта. В письме сообщается, что аэропорт готов приостановить или отменить тендер в случае выявления нарушений. В тексте отмечается, цитата. Если Совет по конкуренции сочтет, что тендер, объявленный Международным аэропортом Кишинева совместно с Агентством публичной собственности в совокупности, не соответствует принципу прозрачности, законности и недискриминации, то госпредприятие Международный аэропорт Кишинева может приостановить процесс тендера, а в случае, если окажется, что опасения Совета по конкуренции обоснованы, отменить тендер. Конец цитаты. Лукиенюк утверждает, что бывший руководитель Айрогавани осознавал, что конкурс по коммерческим помещениям был незаконным и поэтому подстраховался, сообщив центральным властям о готовности приостановить его в случае необходимости. Блогер также считает, что Вазиян уволился после того, как Андрей Спыну попытался оказать на него давление из-за решения отменить тендер. Наш телеканал обратился за реакцией Константину Вазияну, но его телефон оказался отключен. Несколько дней назад он опубликовал свои фотографии из Румынии. Андрей Спыну пока не отреагировал на информацию, представленную Лукиником. Напомним, что в конце февраля чиновник дал понять, что вина за провал тендера на аренду коммерческих помещений в аэропорту лежит на представителях предприятия, в том числе на Константине Вазияне, который уволился с должности администратора аэропорта. По его словам, ответственность за организацию конкурса лежит на администрации аэрогавани, а представители государства только наблюдали за процессом. Следует отметить, что ранее Совет по конкуренции попросил администрацию аэропорта представить аргументы по условиям для потенциальных участников тендера на коммерческие площади. Обращение было сделано еще 2 февраля с уточнением, что ответ должен быть дан в течение пяти рабочих дней. Учреждение запросило исследование, на основании которого были составлены условия тендера и аргументация техника экономического обоснования. Недавно активист Влад Белецкий заявил, что тендер в аэропорту проводится на основе технического обоснования, которое никто не утверждал и по которому не выносили заключение. Более того, даже неизвестно, кто авторы условий, прописанных в документе, считает он. Белецкий сообщил, что отправил 4 апреля письмо в аэропорт Кишинева, в котором запросил информацию о комиссии, проводящей тендер и об авторах технических условий. В ответе, полученным от временного администратора предприятия Сергея Споялы, активиста попросили подождать до окончания конкурса, чтобы члены комиссии по тендеру не подверглись запугиванию или давлению. Кроме того, Белецкий утверждает, что Споялы признал, что никто, кроме Международного аэропорта Кишинева, не несет ответственности за разработку технического задания. Белецкий говорит, что техническое задание было составлено по чьему-то заказу, чтобы никто не понес никакой ответственности, но не уточнил при этом, кто бы это мог быть.